Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня будет интересная такая тема. Иногда мы знаем человека только в обычной ситуации, в какой-то обыденной жизни, и вроде бы ровно общаемся, и вроде бы иногда, если и случаются какие-то небольшие неполадки, это не раскрывает всей сути человека. А вот как раз-таки, если человек попадает в экстремальную ситуацию какую-то, если человек попадает в неожиданные, некомфортные, может быть, даже страшные для себя обстоятельства, вот здесь иногда открывается его какая-то истинная суть. Иногда это истинное благородство и самопожертвование, а иногда это подлая душонка, которая изящно скрывалась за каким-то налетом мнимой порядочности, например. Потому что иногда самые культурные люди и самые, казалось бы, правильные, деликатные, такие на первый взгляд, могут выдать такие фентили, когда случается что-то экстренное, что даже страшно подумать и страшно представить, как все это может выглядеть и какие вещи вы вдруг можете увидеть в этом человеке. Поэтому мы посмотрим, давайте, на что способен человек в экстремальной ситуации, чего он, в общем-то, может быть и сам от себя особо не ожидает. Может быть и ожидает, может быть и нет, но самое главное того, чего не ожидаете от этого человека вы. Кстати, себя в этом раскладе вы тоже можете загадывать, может быть, вы и от себя не ожидаете чего-то такого интересного. При этом, естественно, в данном случае не стоит обижаться, если будут какие-то, знаете, такие темные уголки души человека всплывать. Кстати, есть такой расклад на канале с такой темой, тоже можете его посмотреть в плейлисте «Гадание на Таро». Я оставлю на него ссылку в прикрепленном комментарии. Ну-ка, чего у нас тут? Кто-то куда-то ехать собрался, у всех морские путешествия в голове, и кто-то говорит, давайте быстрее выкладывайте, мне уже скоро вылетать, выезжать, а вы все еще вот тут вот. Ничего страшного, доедете, посмотрите потом, что мы для вас здесь подготовили. Поэтому сейчас давайте выкладывать итоговый вариант. Вы можете загадывать разными способами. Просто, может быть, вас притягивает какая-то рубашка карты. Может быть, складывается так, что вас тянет какая-то цифра, потому что иногда говоришь, у нас будет шесть вариантов. И кто-то говорит, о, шестой точно будет мой. И загадывает именно таким образом. Причем шестой вы тоже можете думать, либо по порядку открытия, либо по порядку выкладки карт. По порядку выкладки это значит первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Если вы по порядку открытия карт загадываете, то это так, как я буду открывать тот аркан, который я открою первым, который я открою вторым, третьим, четвертым, пятым и так далее. Это как вам больше нравится, так вы можете делать. Это огромное разнообразие для того, чтобы вот именно так загадывать наиболее интуитивно. Недавно пользователь с ником Гельфира Ханзярова писала очень настойчиво и псевдо-добренько. Знаете, так по-хорошему называется. Мы вам сейчас ложку дегтя вы зальем в вашу бочку меда, но сделаем вид, что мы очень культурные люди. Вот о чем идет речь. Писала, что вот я не хочу смотреть все варианты, я вот хочу сразу знать, чтобы по порядку открывалось. Первый, потом второй, потом третий, потом четвертый. Уважайте своих зрителей. Мы вот у нас тут времени нет, мы такие занятые, а вы бессовестные сидите, нас не уважаете и выкладываете так, чтобы мы интуитивно включали голову, включали интуицию, выбирали. Я могу сразу сказать, что первый и второй раз я ответила человеку абсолютно адекватно и постаралась что-то объяснить, потому что предполагала, что человек постоянный зритель. Но здесь какая складывается ситуация. Вы знаете, я всегда говорю, что не надо заставлять себя делать то, что вам не нравится. Это относится в первую очередь для меня ко мне. Я делаю так, как считаю нужным, так, как делается от души и так, как это наиболее эффективно. Человек, не являющийся специалистом в сфере той, о которой сейчас идет речь, не может давать свои советы, наставления и поучения. Для тех, кому неинтересно, вот такая небольшая говорилка, вы можете перемотать и смотреть уже, собственно, расклад дальше. Но для тех, кому интересно, моя позиция просто по этому поводу. Я считаю так, что когда мы приходим в дом, ну а, собственно, фактически мы вот такими видео пускаем в дом, пускаем в душу, пускаем в какой-то свой мир и свое мировосприятие людей. И вы как будто бы все приходите ко мне в гости, когда происходит вот этот расклад. А я, соответственно, со своим видео как будто бы в гости прихожу к вам, что тоже можно расценивать таким каким-то образом. Но первое. Если является торолог, видео которого вы смотрите, не обязательно мое, любое другое видео и не обязательно торолога, нежеланным гостем в вашем доме, то не надо пускать, просто не надо смотреть такие видео. И я думаю, что отсыпется какая-то часть подписчиков, тех, кто будет неверно понимать то, о чем я говорю, или будут склонны к излишней такой вот какой-то степени обидчивости. Я об этом говорила неоднократно, что я люблю периодически чистить ряды, когда адекватные свои, те, которые на одной волне остаются, а те, кто неадекватные или просто, которые не понимают, о чем идет речь и далеки от моего мировосприятия, уходят. Я не гонюсь за количеством подписчиков, как писала та же Гельфира. Я гонюсь за качеством даваемой информации, самосовершенствованием. И мне хочется, чтобы общались со мной только те люди, которые реально находятся со мной на одной волне и понимают, о чем и когда идет речь. И тогда приятно, тогда гармония, тогда хорошие расклады, тогда и человек получает для себя большое количество позитивной, хорошей, полезной, не всегда может быть позитивной, но зачастую полезной информации. Для этого и идем к любым раскладам, обращаемся к картам Таро в данном случае. А когда человек приходит ко мне, скажем так, на мой канал, ко мне домой, как я это называю, да, это вот такой виртуальный дом, можно сказать, и заявляет с порога, что я привыкла ставить свою обувь на стол у себя дома. И вообще вот там, где я бываю, обувь ставят только на стол. А я говорю, извините, вы можете ее поставить только на коврик при входе. А человек говорит, нет, я привыкла, вы не уважаете мои привычки, вы не уважаете мое время, вы не уважаете меня, раз вы не даете поставить обувь на стол. Так вот, здесь хочу вам сказать, Гельфира, что да, я не разрешаю ставить у себя обувь на стол. И если вы пришли, будьте гостем и ведите себя культурно. И с гостем может быть хорошая, радостная, позитивная и душевная беседа, но если этот гость не охренел в конец, вот в таком случае да. А если вы настойчиво пытаетесь полить где-то, подкинуть грязи, требовать, да, вот нет, я хочу, я хочу, чтобы вы прислушались к моей просьбе и так далее. Эта просьба превращается из просьбы в требования и хамство. Поэтому в данном случае то, что вы написали о том, что я хамлю вам, нет. Я просто вас заблокировала, я могу сказать честно, потому что хочу и впредь предостеречь тех людей, которые приходят и которых что-то не устраивает, от вот таких вот вывертов. То есть я всегда говорю, если вам за ваш совет не дают там 50 или 100 долларов, не надо давать этот совет, не мечите бисер перед свиньями. И если человек не хочет на то, чтобы получить совет от меня, от карт, потратить какое-то время, интуитивно, внимательно отнестись к выбору позиций, то мне этот человек не нужен на канале. То есть я с ним очень легко прощаюсь и я забуду ваше имя уже через 10 минут. Я даже на бумажечке себе выписала, потому что, естественно, я не запомнила. Поэтому я хочу сразу сказать, что таких людей будем заворачивать на 180 градусов и отправлять их. Поэтому если вы хотите делать так, как надо, или вы считаете, что я делаю что-то не так, создайте свой канал на этом своем канале, снимите так, как надо, покажите всем нам пример, наберите несколько десятков тысяч подписчиков, как у меня это произошло. И тогда уже можете раздавать советы и то, если у вас их попросят. Здесь, заметьте, я в том числе не позволяю даже своим кверентам себе давать, знаете, какие-то наставления и советы по принуждению, о которых меня не просили. Даже если человек обращается лично, я никогда не настаиваю на своей позиции. То есть я никогда не скажу, уходите от этого человека. Не важно, что вы его любите, уходите. Я могу сказать, что вас будет ждать, если вы продолжите строить эти отношения. Но ответственность за свою судьбу, за свои решения все мы принимаем индивидуально в жизни именно на себя. Поэтому вот здесь напрягать человека советами, которые не просили у вас, не стоит. Но зато делиться какими-то своими переживаниями, порядком выбора вариантов, делиться именно обратную связь, создавать своей жизненной ситуацией, чтобы понимать, как проигрываются те или иные арканы в вашей собственной жизни. И мне всегда это интересно. Я очень ценю, когда человек раскрывается по-человечески, вот так вот дает эту обратную связь. Я счастлива, когда вижу такой отклик. А вот таких вот товарищей, которые приходят со своим уставом в чужой монастырь, при этом, знаете, что интересно? Ни одного другого комментария, той же Гельфиры на канале не было. Она вот только, скажем так, вы очень, конечно, хорошо трактуете, но вот я вам сейчас говнеца подкину. Поэтому не надо делать такие псевдо-комплименты. И понимаете, что я всегда вижу истинное лицо человека, который приходит, и его истинные намерения, когда дает вот такие добрые советы. Я думаю, что те, кому было неинтересно, перемотал. Небольшая говорилочка у нас сегодня получилась. А мы начнем. Итак, на что способен человек в экстремальной ситуации, в стрессовой для себя ситуации? Что может вытворить человек в таком случае? Для тех, кто выбрал позицию номер 2. Она первая по порядку открытия. И здесь, вы знаете, человек может, наоборот, он не будет вытворять, скорее всего. Здесь такая ситуация, когда человек склонен к впадению в ступор. Это, вот знаете, когда говорят, вот на меня нападали, у меня голос пропал, ноги отнялись, я встала и стою, молча смотрю. Это вот как раз-таки тот самый случай. Человек также может закрываться. Человек может, причем закрываться непроизвольно. Когда вы говорите, слушай, там дом горит, беги. Человек может просто в этот момент остановиться и стоять. То есть это вот такая позиция, я ее называю, знаете, эффект стоп-крана, когда для человека все резко тормозится. И когда человек складывает лапки и ничего не желает делать в стрессовой ситуации. Это вот если прямо экстремальная ситуация, не говорится о том, что вы нервничаете, опаздываете, конечно, шагу прибавили, куда-то успели. Или тот человек, которого вы здесь загадали. А так позиция ступора, я думаю, что даже больше ничего здесь говорить не надо, раскрывать ничего не надо. Это вот позиция такого онемения, когда не можешь ничего сделать, ничего сказать, никуда идти. И тот человек, о котором вы думаете, да, вот именно таким образом непредсказуемо может среагировать на стрессовую ситуацию. Для тех, кто выбрал позицию номер 6. Она вторая по порядку открытия. Вы знаете, у человека на физиологическом уровне могут даже возникать сердечные боли. Когда попадает в экстремальную ситуацию, человек может в прямом смысле слова хвататься за сердце. То есть может делать такие какие-то, знаете, там стоны, вздохи, возгласы, хвататься руками за сердце. Вот такие вот какие-то вещи. При этом мы можем говорить о том, что нельзя это воспринимать как какую-то шутку или преувеличение, потому что здесь реально могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой. То есть человек будет пытаться держать себя в рамках. У него будет здраво очень соображать мозг. То есть вы можете понимать, что мозги работают, все понимаю, все знаю, что происходит, как происходит. Но не могу поделиться тем, что у меня полноценно, да, вот и стараюсь, чтобы люди не поняли, что переживают. Также человек может загонять внутрь себя основную эмоцию. И это может сказываться очень негативно на состоянии здоровья. Это вот тот случай, когда, знаете, инфаркт миокарда вот такой рубец. Вот это как раз-таки та самая ситуация. То есть человек может реально вместо того, чтобы начать решать проблему, при всей трезвости своей мысли и восприятии ситуации, ну вот абсолютно погрузиться в эти переживания и абсолютно, знаете, вот хватаясь за сердце, никакой логики, никаких правильных шагов в том, что происходит, не делать. Ну пока что вот из этих двух позиций каких-то гениальных героев у нас не нашлось. Ну и опять же, знаете, легко говорить со стороны, когда ты еще не попал в такую ситуацию и легко говорить, ой, что как дура в стрессе вот стоит, там или за сердце хватается. Когда мы не понимаем, что у человека происходит внутри, то и судить мы не можем о том, насколько это хорошо или плохо, правильно, неправильно. Конечно, плохо получить инфаркт, но бывают такие ситуации, когда человек просто реально не может ничего с собой сделать. И вам просто специфику этого человека, которого вы загадали, и даже может быть это вы, может быть вы себя загадывали, специфику вот этого человека нужно понимать и нужно ее учитывать. Для тех, кто выбрал позицию номер один. Вы знаете, вот здесь может в ситуации, когда что-то происходит экстренное, человек бросаться помогать людям. Например, если кто-то тонет, кто-то будет стоять на берегу, кто-то будет там, я не знаю, снимать на камеру под девизом «плавать не умею», так хоть потом МЧСникам покажу, что случилось, заодно на YouTube выложу. Кто-то по-другому. А вот это тот человек, который кинется помогать, броситься там вытаскивать водителя из разбитой машины, старушку из пожара, там кошку застрявшую где-то там, хотя и царапающуюся, дерущуюся и орущую. Это тот человек, который будет сдерживать свои эмоции, но при этом он еще и может, знаете, обращаться за помощью к окружающим, просить ему помочь в том деле, в котором он уже помогает кому-то. То есть такой субподряд на помощь может быть в данном случае. Но здесь человек, скорее всего, кинется помогать и вытаскивать всех из неприятной ситуации. То есть если это какая-то связанная с социумом ситуация, когда это пожары, там, допустим, наводнения, какие-то другие экстренные ситуации, тот человек будет стараться действительно помочь. Он не будет сразу оценивать, чем эта помощь может вылиться ему, но вот такое мужество и желание помогать мог даже в себе до сегодняшнего дня не обнаружить. А кажется, что вот такой человек склонный к помощи окружающим. Для тех, кто выбрал позицию номер 4, она четвертая у нас сегодня, как бы это странно не было, по порядку открытия. И здесь мы видим ситуацию, когда человек будет в экстренной ситуации вспоминать прошлое, вспоминать уже какие-то ситуации, которые были. И будет вести себя стереотипно. Если вы уже видели этого человека в экстренной ситуации, то не надейтесь, что он поменяется. Он будет делать ровно то же самое. Если он совершал подвиги, или шел с вилами на танк в экстренном случае, в состоянии стресса, то он точно так же будет делать это опять. А если он впадал, допустим, в состояние постоянного алкогольного опьянения и в стресс, и не хотел ни с кем общаться и разговаривать, то он будет точно так же делать в очередной раз. Здесь надеяться на изменения не приходится. То есть это стабильно одинаковая реакция на любые раздражающие факторы. Также человек может глупо смеяться и пытаться выбраться из этой ситуации. Вот знаете, бывает такое ощущение, что когда вроде бы что-то происходит не так, а кто-то просто смеется или давит улыбку в себе. Это нервная реакция. Такая может возникать у человека и возникать в достаточно частом количестве случаев. Однако, если затрагивают его какие-то, знаете, в этой ситуации, принципы, его ощущения, его гордость, его достоинство, то человек может с сюрпризом среагировать не совсем так, как вы ожидали, но это в очень малом проценте случаев. И бросится защищать себя или окружающих. И здесь уже не столько помогать, сколько защищать. Это не всегда одно и то же. Могут быть определенные нюансы, которые, конечно, в масштабах общего расклада мы не будем сейчас как-то досконально раскрывать и пережевывать. Для тех, кто выбрал позицию номер 3. Она пятая по порядку открытия. И здесь, вы знаете, человек может жертвовать, человек может тратить какие-то деньги, причем не всегда адекватно тратить. Это, вы знаете, готовность терять и растеряться в том числе. Когда что-то происходит, человек может вести себя, вы знаете, называется, там город смывает потопом. Ой, а где моя шляпа? То есть абсолютно какой-то эффект прокрастинации может возникнуть в данном загаданном случае. И мы видим также, что человек склонен склонен к тому, чтобы на эмоциях очень бурно выразить свои переживания, но при этом не забыть про свою выгоду. То есть он или она всегда будет помнить о материальных ценностях в тот момент, когда происходит даже что-то ужасное и что-то стрессовое. Может воспринимать любые стрессы как, знаете, какой-то толчок, возможность к тому, чтобы что-то заработать или как-то обхитрить. Способен на предательство, способен на какие-то вот очень такие некрасивые шаги. Такие вещи делают, знаете, мародеры во время войн. Вот такого рода моменты здесь есть. Бывает мародер материальный, а бывает мародер эмоциональный. И все это сливается, в принципе, в данном варианте. Способен в мягких формах стресса скандалить, спорить, нервничать. Каким-то образом, вот знаете, стараться вроде бы через этот спор работать над ситуацией, но по сути будет искать ту, не то чтобы выгоду, да, а наиболее правильный, наиболее прибыльный, наиболее успешный для себя выход из того, что происходит. О себе любимом, как говорится, не забудет. Хотя, вот знаете, на определенных этапах такие люди склонны даже к тому, чтобы уже когда все уладится, когда пройдет этот стресс, помочь материально, то есть сделать какие-то взносы в благотворительные фонды, когда уже все улеглось, и поделиться с окружающими людьми для того, чтобы восстановить, да, какие-то моменты после пережитого в экстремальной ситуации. Например, если он там бил вам стекла на машине, то потом, когда человек придет в себя, он может сказать, блин, ну извини, вот тебе там, допустим, 50 тысяч, замени себе лобовуху и так далее. Может быть такая ситуация тоже, но для этого надо подождать, когда схлынет вот это самое состояние аффекта у человека, которое может здесь возникать. Мы не говорим о том, что это плохой человек, но мы говорим о том, что в состоянии запала не всегда способен контролировать то, что будет делать. И здесь тоже мы понимаем, что мы говорим не просто о каждодневном, да, каком-то легком ведении бесед, о легком каком-то взаимодействии с окружающим, а именно об экстремальных ситуациях. Для тех, кто выбрал позицию КЭП-очевидность, она у нас шестая по порядку открытия и пятая по порядку выкладки. Человек способен на лету принимать решения, то есть сказать, каким конкретно образом человек будет вести себя в той или иной ситуации, мы не можем. Но мы можем сказать, что ум не теряет своей подвижности, и человек способен мыслить, способен уравновешивать себя даже как-то. И если это нужно, даже идти на конфликт и разбивать противника на голову. Способен в том числе к физическим воздействиям. Но в этой ситуации мы понимаем, что он, даже если боится, он или она, даже если боится, сохраняет достаточно холодную голову в том, что происходит. Присутствует всегда холодная, трезвая оценка ситуации. В соответствии с этим принимаются решения. То есть человек холодность мысли и ясность мысли сохранит в связи даже с экстремальными какими-то ситуациями, обстоятельствами, которые могут складываться вокруг. Поэтому говорить о том, что вот этот человек может быть как-то не в себе и ничего не понимать из того, что происходит вокруг, он вот по какой-то необходимости так поступил, мы не будем, потому что здесь достаточно трезво мыслящий человек и может совершать вполне ясные поступки и оцененные им трезво поступки. Для тех, кто хочет получить для себя индивидуальный расклад, вы можете писать мне, как это сделать, как получить индивидуальную консультацию. Для этого я оставлю ссылку. Она будет под пунктом 3, по-моему, в прикрепленном комментарии. Там будет видео, как получить личный расклад. Для того, чтобы понимать, как все проходит, какие темы рассматриваются. Темы сразу могу сказать, рассматриваются любые. Но я не приветствую, когда приходят люди и говорят, ну вообще скажите, какие вы расклады делаете. Я даже не отвечаю на такое пустое сообщение изначально, потому что человек, который приходит на канал, он может посмотреть, какие расклады я делаю, что здесь есть. Да, здесь малая часть моей работы представлена, потому что зачастую люди хотят конфиденциальности, и большинство раскладов делается именно по закрытым ссылкам, и вы их не видите. Но могу сказать, что темы возможны любые. Однако для рассуждения о том, на какую тему вообще можно сделать расклад и так далее, я в личной переписке обсуждать не буду. То есть я не буду говорить, я могу и диагностику магического негатива сделать, и на отношения посмотреть, и о том, насколько благополучно пройдет беременность, ситуации с вопросами, расклады выбора, расклады на переезды, расклады на здоровье или потенциально какие-то медицинские воздействия и прочее, прочее, прочее. Естественно, у меня нет времени, чтобы это обсуждать. Человек, который на канале достаточно давно, и люди постоянно, они понимают, что я делаю действительно, чем я занимаюсь и какие расклады могут быть. Тема любые, вплоть до разговоров с мертвыми, просто вы должны понимать, что чем больше энергетически вкладываешься в расклад, чем он сложнее, тем, соответственно, более меняются условия относительно обычного расклада на отношения для того, кто за таким раскладом обращается. Я всем желаю удачи, благополучия, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok